МОТОРАДИО Такая, мне кажется, тема веселая и оптимистическая МОТО-выставки и участие мастерской Басмача в различных подобных мероприятиях С задачей продвинуть себя любимого, свою мастерскую и так далее Как ты относишься к подобным участиям? Полезны ли они? Твое мнение Ну, хороший вопрос Как, в общем-то, и все практически от тебя, Александр, за редким исключением Который мы вырезаем По всей видимости, да Вот, давайте мы поговорим действительно о наших выставках там, которые проходят в Санкт-Петербурге До других, я так, честно говоря, хоть и собирался, не доехал Но была у меня как бы идея на МОТО-весну съездить в Москву, но не случилось Так что поделюсь своим опытом касательно выставки ИМИС, которые у нас проходили Выставка ИМИС, в общем-то, мне вполне себе нравится Она весьма не дурна На ней можно встретить великое множество хороших, знакомых и интересных людей Эта выставка имеет определенный душевный настрой И это мероприятие, культурное мероприятие определенного склада На котором хорошо прийти, может быть, там выпить стопочку Поговорить, соответственно, с хорошими знакомыми И познакомиться с кем-то Ну, большая часть, конечно, людей, которые что-то из себя представляют Она уже знакома, поскольку, в общем-то, пробег у меня достаточно приличный А город маленький, в общем-то, Петербург, как выясняется Да, город, в котором многие друг друга знают Или почти все А что касается, собственно, бизнеса Я когда завел свою мастерскую, а потом интернет-магазин Я с некой периодичностью в этих выставках участвовал Участвовал в ИМИСе, который был в Гарден-Сити Участвовал в выставке, которая была в Пушкине, в Экспофоруме Но в Гарден-Сити несколько раз участвовал В общем-то, плохого ничего сказать не могу про это И, в общем-то, и нечего говорить, если честно Но плюсов никаких для меня, как для продвигателя своего бизнеса, нет Значит, соответственно, для того, чтобы оказаться на выставке Нужно, соответственно, заключить договор с теми, кто эту выставку организует Соответственно, нужно понимать, что стоимость участия имеет определенную цену Да, то есть там какие-то квадратные метры стоят каких-то денег То есть это не халява совершенно То есть есть халява, которая распространяется на мотоклубы На некую клубную зону, куда приезжают люди, которые путешествуют Там дружеские клубы между собой встречаются Честно говоря, бухают, разговаривают Ну, что тоже важно Нет, базара нет То есть здесь элемент личного общения положительного Это реально здорово А потом одни едут в гости к другим Другие к третьим Ну, движуха идет А непосредственно коммерческая часть выставки Она коммерциализирована, естественно То есть стоит участие денег То есть получается, чтобы мне туда попасть, мне надо заплатить денег Потом мне надо, значит, дня три на подготовку стенда Да, чтобы завести свое барахло туда Разложить красиво Потом, соответственно, дня три, как бы четыре идет выставка И пару дней надо на то, чтобы барахло обратно увезти То есть получается, что выпадаешь из рабочего процесса где-то на неделю И что за эту неделю происходит положительного? Старые кореша, которые тебе говорят О, чувак, у тебя какие офигенные штуки Слушай, замечательные храмульки Ой, глушителей ты навез Ой, классно, ни у кого в наличии нет, а у тебя есть Ну, в общем-то, на этом и все То есть кроме позитивного общения, да, там, никакого реально коммерческого результата Для меня, для моей мастерской, интернет-магазина и прочего выставка не принесла А на выставке нельзя продавать, да? Или это оговорится отдельно? Нет, на выставке продавать можно, но на выставке народ ничего не покупает Тут, я не знаю, может быть, мне просто не повезло по какой-то причине Но объективно на выставке там народ ничего не брал У меня были там прокладки за небольшие деньги, хорошего качества там, сцепление, что-то еще Ни хрена народ не покупает Вот объективно ничего Вот, естественно, после этого, значит, ты, когда вернулся с выставки Начинаешь подбивать итоги, да, там, что произошло Что мы получили в плюсе, что в минусе И получается, что кроме приятного времяпрепровождения Никаких больше плюсов нету Соответственно, за те четыре выставки, в которых я участвовал Опыт накопился именно тот, которым я делюсь То есть я терял время, я терял деньги Я выпадал из рабочего процесса в мастерской И приятно проводил время Да, замечательные люди, мы с ними там приятно посидели Выпили там, побыли на автопатии и прочее, прочее, прочее Но если рассматривать выставку как инструмент Для улучшения какой-то коммерческой деятельности В моем случае она не отработала И ни один клиент к тебе не пришел и не сказал, что я вот был на выставке Видел ваш стенд, Слава И хочу вот отдать вам свой мотоцикл в работу И, соответственно, ты на таком клиенте зарабатываешь Вот таких клиентов не было или ты опросы не проводишь? Ну, я, естественно, мониторю То есть у меня, по-моему, с выставки один или два человека в год То есть, ну, это совершенно не соразмерная история Вот С другой стороны, я подумал, что, конечно, нельзя совсем выпадать из обоймы И люди должны видеть мою отвратительную рожу Да, там, что я жив-здоров и упорствую в своих задушениях А фотография большая твоя вместо баннера, знаешь, чтобы люди не забывали Ну, может быть, когда я стану большим и важным, это и будет работать Но, как бы, сейчас я стараюсь на каждую выставку прийти И просто пройти через нее Встретить знакомых людей То есть, там, какие-то небольшие элементы общения И, как бы, на этом и хватит Мастерская Басмача Ну, есть общегородские открытия сезона, закрытия Где ты тоже, наверное, присутствуешь или как? С точки зрения промо твоего лица, как ты говоришь С точки зрения промо лица Как бы на закрытие мне было ехать лень Там народ собирался, погода была прохладноватая Я подумал, что, ну, его нафиг Лучше я делишки поделаю какие-то важные у себя в мастерской И что-то у меня этот день проскочил очень быстро То есть, приехали ребята после того, как проехали Они там на этом закрытии сезона Ну, оно было достаточно скомканное На открытие я тоже так весьма эпизодически езжу С точки зрения получения удовольствия от большой толпы людей Ну, удовольствие сомнительное С точки зрения самого мероприятия Как мероприятие я этих закрытий и открытий видел уже столько Что ничего нового в них нету Ну, хорошо, а если провести такую параллель с далекой страной, Соединенными Штатами, где ты бывал А может быть, где-то ты и в Европе бывал Может, в Финляндии тоже на мото-выставках Видел наверняка там стенды, тоже участники, какие-то мастерские Люди же, наверное, все-таки неспроста Все-таки приезжают, несмотря на потерю денег и так далее Ну, наверное, на выставках более актуально выставляться тем, кто чем-то торгует То есть, чтобы привлечь либо розничных, либо оптовых покупателей То есть, создать свою дилерскую сеть Ну, а показать мотоцикл, который всех обгоняет Даже вот на этой маленькой площадке, около Ленэкспа И все спросят, кто это сделал, такой прекрасный мотор Это же тоже очень так действует на мозг Не получится это Для того, чтобы произвести какое-то впечатление Нужен правильный трек, правильная подготовка и прочее То есть, делать заведомо какое-то фуфло Ну, то есть, что просто для людей, не сведущих Чтобы они сказали вау Это интереса никакого нет А если позиционироваться как какой-то дельный сервис Нужно какие-то, наверное, примерно одинаковые условия создавать Чтобы можно было Чтобы можно было сравнить Да, вот стоковые, а вот после работы Это мы возвращаемся сейчас к вопросу Моих невзаимоотношений, а как, сложившейся ситуации С харлеевскими дилерами, которые имеют династенд здесь в Санкт-Петербурге К ним приезжали люди, которые у меня замерялись Даже без переделок, без всяких То есть, просто замерялись и говорили Парни, какая-то ерунда, давайте померяем Сколько бы у вас покажет Чуваки идут конкретно в отказку То есть, вот они никаким образом не хотят проводить параллель Между измерениями и получением данных, сделанных на одном династенде И на своем Это уже за последнее время Два или три эпизода было Которые именно по стандартному сценарию Совершенно прошли А в чем смысл отказа? У них хуже или, наоборот, у них лучше? И они не хотят открывать какие-то секреты? В чем смысл? Да нет, тут на самом деле Хуже или лучше будет не видно Тут секреты никакие будут недоступны для ознакомления Тут скорее, чтобы сравнить два династенда Какой примерно корректирующий фактор можно применять Что, допустим, я намерил 100 лошади, а они там 107 Я понимаю, что у них там на 5-7 Это один и тот же мотоцикл Да, один и тот же мотоцикл Чтобы можно было понять, что Да, у них стенд там показывает Я не скажу, что у них завышает Может быть, у меня занижает Но чтобы взаимные согласования данных было И чтобы оно было понятно То есть, погрешность понимания Да, разница Да, то есть, допустим Там показывает на 7% больше Соответственно, если люди показывают Тебе график говорят Вот, смотри А мы сняли там типа на 7 лошадей больше, чем басмач Да, там То сразу понятно, что все это профанация И, соответственно, получается, что Лошадей-то столько же Просто измерительный прибор Имеют другую чувствительность или трировку А поскольку династенд Это инструмент скорее для создания нагрузки Чем для измерения Не на один династенд нету поверочного сертификата То есть, нету документа, который четко шина прописывает И этот стенд можно использовать как измерительный прибор И показателям можно верить Существует куча статей в интернете Которые расписывают, почему на разных династендах В разных местах разных производителей Соответственно, цифры получаются разные Там, допустим, из простых вещей Это, допустим, разные географические положения Разная высота над уровнем моря Соответственно, мы имеем разную плотность воздуха Массовый заряд в мотору другой Соответственно, меньше показателя Да, там, ну, где более высоко Там, допустим, атмосферное давление Если ты катаешь в день, когда атмосферное давление Низкое или высокое У тебя тоже будут разные шинопоказатели Температура окружающего воздуха Там, допустим... Ну, она же не может быть все-таки на большие Какие-то величины Разницы это быть? Ну, там, три лошади, как бы четыре спокойно можно вынуть Вот, потом температура в помещении В котором ты катаешь мотоцикл Если я катаю мотоцикл после геностендовой нагрузки Настройки У меня стены пышут жаром Потому что мотоцикл несколько часов Пыжился, отдавал теплу И показатели немножко ниже Ну, то есть, я это четко знаю Если, допустим, открыть все двери Проветривать там полтора часа И потом снимать То, соответственно, получается там Плюс три-четыре ньютон-метра И плюс пара лошадей Как бы вот Есть, как бы, вот эти вот хитрости Да, там, и опыт какой-то Слушай, ну, тогда рождается вопрос А как верить твоему династенду Или другому династенду Или там дилерскому у нас в Петербурге Или вообще третьему какому-нибудь в Екатеринбурге Если нет эталона Или он где-то есть Или как он вычисляется Существует приведение замеров Мощности к стандартным условиям То есть, применяется корректирующий фактор Так называемый Прогон Приводится к базовому атмосферному давлению К базовой температуре в помещении Но у всех производителей династендов Эти корректирующие факторы свои И чьи из них соответствуют системе Си В большей степени совершенно неизвестно Вот А я, собственно, радую за то Чтобы понимать качество проведенной работы Да, то есть Качество проведенной работы Можно посмотреть по показателям, которые снимаются Да, и можно было сравнивать показатели С разных династендов разных производителей Примерно имея в голове Насколько они там отличаются Вот я именно за это Ну, а возвращаясь к основной теме Сегодняшнего разговора К попытке себя пропиарить Ну, в самом хорошем смысле Как все-таки можно твою работу Показать лицом людям На мероприятиях таких, как ИМИС Если учесть, что твоя работа скрыта внутри Там какие-то распредвалы Какое-то, что-то там все Вот стоит мотоцикл Да, он прошел апгрейд в твою мастерскую Он замечательный Там масса ньютон-метров А как это представить? Как показать? Может быть, какой-то видеофайл крутить? Как ты выходишь из положения? Мастерская басмача Слушай, я плюнул на это И перестал париться на эту тему Я решил подходить к пиару следующим образом Что те чуваки, которые прокачали мне свои мотоциклы Они просто катаясь вместе с другими Уезжают от них легко Это репутация внутри тусовки То есть я решил идти вот этим путем В данной ситуации мне кажется, что это один из оптимальнейших путей Для того, чтобы достучаться до головы и сердца владельца мотоцикла То есть если он видит, что кореша между собой катаются на мотоциклах И один совершенно очевидно уезжает легко и непринужденно от другого А мотоциклы примерно одинаковые То, естественно, возникает вопрос А почему такое случилось? И потом только человек видит маленькую наклеечку Либо он спрашивает А что у тебя с мотоциклом? Я ему слабость делал мотор Вот он офигенно едет Но можно предположить тогда и парадоксально обратную мысль Попробовать высказать Что если ты представлен в виде стенда на выставке То это наоборот показывает твою слабость Значит ты пытаешься найти клиентов Что не очень хорошо у тебя дела Прокомментируй Да фиг знаю Слушай, тут есть ли жизнь на Марсе Нет ли жизни на Марсе Науке это неизвестно Ты понимаешь, каждый воспринимает окружающий мир по-своему Есть, наверное, люди, которые подумают А что-то у него работы мало, раз он сюда приперся А кто-то придумывает О, классный чувак Я знаю Васю, Петю и Сашу У которых мотики от него пуляют Но может быть будет какой-то чувак У которых их реально мало Но который имел негативный опыт общения со мной Безусловно, я не на 100% позитивный чувак И когда там, ну, возникают какие-то ситуации Когда, скажем так, я какую-то твердость проявляю Остаивая свою точку зрения Еще был вопрос к тебе В качестве отдельной темы Для отдельной когда-нибудь программы Но спрошу уж сейчас Может быть у тебя существуют какие-нибудь Купоны, талоны, скидки, акции И я вот представляю тебя стоящим У своего стенда небольшого Не обязательно с мотоцикла Там где-то на выставке, на какой-то Не обязательно, не важно где А ты там выдаешь какие-нибудь талоны На скидки Была такая тема Я раздавал флайеры Которые давали скидку Не помню на что То ли на железке То ли на сервис на какой-то Абсолютно бестолковая тема Никто с этим флайером не приехал То есть, ну, как бы я их раздал Около сотни штук Ну, то есть, объективно Толку никакого И здесь, наверное Опять же, мы приходим к вопросу Потому что мотоцикл Это такая очень специальная история Здесь экономия Не настолько важна Насколько важно Получить 100% На качественный результат С первого раза Зажечь чем-то человека Да, чтобы ему реально Стало интересно Вот талончики Все-таки, наверное, Это немножко не то На колбасу может и то На тюнинг вряд ли Вот Зажечь можно Как бы поговорив с человеком Но, опять же, это театр Одного актера Где тебе нужно Завести разговор Чтобы человек поделился Каким-то своим мнением Каким-то опытом Скажем так Привычками своей езды И ты можешь ему тогда Уже предложить что-то То Как бы, ну, из той категории Что его вот это вот Каждодневное использование Мотоцикла переведет На более комфортный Или интересный уровень Вот в этой ситуации Это работает И, безусловно Я стараюсь работать Именно вот В этой области То есть адресно К каждому конкретному человеку Поговорив Обратиться И предложить ему Какие-то вещи Еще тогда о клиентах А может наступить Такой страшный момент Когда Ты сделал мотоцикл И проапгрейдил Всему Петербургу И твой вот этот вот апгрейд Он такой Не портящийся И мотоциклы не портятся И люди их не меняют И вот это вот Все так вот То есть Есть там тысяча мотоциклов Или десять тысяч мотоциклов В городе Все они прошли Твою мастерскую И ты остался без работы Потому что все уже Удовлетворены Да вряд ли Слушай Во-первых Возят новые мотоциклы Мотоциклы в город Приходят безусловно Потом Есть категория людей Которая Не пробовала Еще со мной общаться Но их друзья Подтягивают То есть такие есть Есть люди Которые хотят Степ-бай-степ Идти То есть Стадия за стадией Улучшать свои мотоциклы Да То есть ему говоришь Давай мы сразу сделаем Там тебе Мега-офигенный двигатель Они говорят Не-не-не Давай как бы Мы поэтапно будем Делать Чтоб я прочувствовал Каждый этап И понял Что каждый этап Оплачен не зря То есть Вот такие есть люди Ну любопытно Ну да Безусловно То есть там Допустим Замена распредвалов Для начала То есть только это Для начала Да Ну как бы для начала Да Там трубы и распредвалы Мотоцикл поехал Значительно лучше Все нормально Потом человек поедет Говорит Слушай маловато Хочу и шо Как бы там уже идет Другая поршневая Другой объем двигателя Другие головки Другой впуск Мотоцикл Еще круче поехал Да там Потом Я уж не знаю Там До какого уровня Можно раздувать Вот эти проекты Но наверное Стоит останавливаться Там где Ты начинаешь сомневаться В надежности Насколько долго Как бы проработает Соответственно Этот мотор Который ты делал Туда идти уже Наверное не стоит Слава А ты же наверняка Бывал на массе выставок За рубежом Или в других городах В Москве может быть Тебя впечатлили Какие-то Стенды Экспозиции Где-то Вот что-то Запомнилось тебе такое Что ты прямо вот Затрясся Слушай Ну Как бы в Америке Я был на паре выставок Был Финки Финки Выставка скучная То есть туда я и решил Больше не ездить Ну не интересно Объективно в Америке Но я был на выставке Для не столько публики Сколько Для потенциальных Бизнес-партнеров Чтобы производители Могли найти своих дилеров Да То есть Создать какую-то Дилерскую сеть Ну Ничего удивительного Там нету Я нашел действительно Три или четыре Компании С которыми я сейчас Работаю Успешно работаю Там делают Ребята Замечательные продукты Я вполне себе Доволен Что они на ту выставку Пришли Но мой бизнес Все-таки Это более Ориентирован На финального Покупателя Хотя конечно Я опытом продаю Запчасти И в другие мастерские По всей России И ребятам Даю скидку Ну то есть Мастерская должна Иметь возможность Заработать на запчастях Да Там Показав цену Моего сайта Там типа Вот стоит там Деталюха Десять тысяч рублей Допустим Да Я им даю Какую-то скидку Чтобы им был интерес Также за десять тысяч Продать Ну там С учетом доставки Чтобы при этом Да Они немножко заработали Им было интересно С с вами общаться То есть Это наверное Разумный вариант Это как Некая своя Дружественная Дилерская сеть И там ребята Бывают мне тоже Помогают По-моему Идея отличная А можно говорить Что в принципе Невозможно придумать Ничего такого На выставке Я имею ввиду Чтобы публика Как-то вот прониклась Качеством этого масла Например То есть Как рекламировать Кроме полуголой девушки Да Или чтобы публика Прониклась Там качеством Каких-нибудь дисков Сцеплений Или еще что-то Потому что Экшен не показать Как таковой Вот ты говоришь Про выставки На которых Производители Хотят заполучить дилеров Да Я представляю себе Достаточно скучную Такую череду палаток Здесь вот подшипники Здесь вот там Еще что-то Ну может быть Креаторы что-нибудь И придумают Как-то особенно Покрасить там что-то Или флайер какой-нибудь Фигня все это Короче Действительно Если рассматривать Вопрос поиска Бизнес-партнеров С какими-то Замечательными деталями Экшен тут Нафиг не нужен То есть Он в принципе Не сработает И он не нужен В принципе То есть допустим Я совершенно Не буду Каким-то образом Впечатлен Голосистной девушкой С замечательным бюстом Да Которая будет стоять Около конторы Которая делает Замечательные диски сцепления Мне интересно Как диски сцепления Будут работать А показать в реальности Никак И проверить в реальности Это никак Кроме как Их использовать И смотреть статистику Использования И отказов Да То есть вот допустим У меня по сцеплениям По тем же самым Диски ходят Реально дольше оригинала Держат более высокие показатели И стоит комплект В общем-то Дешевле оригинального И только вот У одного товарища Был какой-то Непонятный момент Когда у него Это сцепление сгорело А продал я их Несколько сот штук уже При том что Есть опять же Про те же сцепления Наверное ребятам И тебе будет интересно Как можно убить сцепление Быстро и гарантированно Поехать Например В мотошколу номер один Где ребята Учат на Харлеях Ездить На полувыжатом сцеплении С натягом То есть Маневрирование На малых скоростях Где идет Открытие ручки газа Мотоцикл душится Задним тормозом И держится рычаг сцепления На полупроскальзывающем Сцеплении Естественно Оно там Перегружается Оно Нагревается Оно сгорает Замечательная мотошкола Замечательные уроки Приезжайте ко мне Я после этого Просто Замечательное сцепление Поставлю Слава Наше время Потихонечку Подходит к концу Давай заключение Какое-нибудь Есть ли смысл В мотовыставках Для бизнеса Или Просто только промо И выпить рюмку И все Ну Колесами народ торгует Маслом торгует Запчастями торгует Инструментом торгует Значит смысл какой-то В этом есть Не все же Там допустим Покупатели Гаечных ключей Представляют собой Какие-то мастерские Есть же еще дофига Разношатающегося люда Который любит Покрутить гайки У себя в гараже Нельзя однозначно Какие-то Шаблоны Применить К мотовыставкам Я думаю Что Результат есть Просто Возможно Либо я не так Рекламировался Либо я не те выставки Выбрал Ну как вариант Либо просто у меня Область своих работ Она неподходящая Для этого Слава Большое спасибо И до новых встреч На волне Моторадио Всего хорошего Увидимся снова Мастерская Басмача Очень легко найти В интернете В гугл-картах Или в яндекс-картах Она однозначно найдется Без всяких вариантов Коломяшский проспект Дом 10 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok